Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться. Те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео. Если оно вам понравится, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня у нас на календаре 20 января и киевское время 18 часов. И начать хочу с того, что сегодня день памяти защитников Донецкого аэропорта. Сейчас для нас это не просто история, это история мужества и стойкости защитников Украины. Аэропорт это был просто место, где они проявляли свой ратный подвиг, совершали свой ратный подвиг и защищали интересы нашей страны. Нашу независимость и нашу территориальную целостность. Поэтому отдаем им дань памяти за тот подвиг, который они совершили. Недаром их прозвали киборгами в ходе 242 дней противостояния против превосходящих сил противника. Именно российских войск и сепаратистов, которые взяли в руки оружие и сражались вместе с российскими войсками. Итак, оперативная обстановка. За минувшие сутки враг нанес 9 ракетных ударов, 23 авиационных удара и более 80 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины наблюдается усиленная угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам. Сегодня у нас день проходит так же, как и вчера, в тревогах, в воздушных тревогах, которые звучат с утра в связи с учениями, летно-тактическими учениями, которые проводит Российская Федерация на территории Беларуси и совместно с военно-воздушными силами белорусской армии. Основные усилия противник концентрирует на дальнейших попытках наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На остальных направлениях российские войска остаются в обороне. Это Купинское, Лиманское, Новопавловское и Херсонское направления. Ну, правда, Херсонское я бы уже, наверное, не относил к обороне, потому что на Херсонском направлении российские войска предпринимают попытки перейти в наступление в направлении Орехова, но об этом чуть подробнее, чуть позже. За последние сутки вооруженные силы Украины отбили атаки на населенные пункты Новоселовка, Белогоровка Луганской области, Верхнекаменская, Краснополовка, Солидар, Красная гора, Бахмут, Ивановская, Водяная, Марьенко, Победа Донецкой области, Малотокмачка и Степовое Запорожской области. То есть, видите, Запорожское направление, Запорожская область переходит у нас в разряд активных оперативных направлений с активными боевыми действиями. На таких направлениях, как Волынская, Полесская, Сиверская и Слобожанская наступательных группировок противника не зафиксировано, их формирование не зафиксировано. Однако Россия продолжает укреплять свою авиационную группировку под видом совместных учений с Белоруссией. Я вчера вам говорил, еще раз повторюсь, что вчера прибыли на аэродром Барановичи, прибыло еще два самолета Су-24 Воздушно-космических сил Российской Федерации. На Сиверском и Слобожанском направлении за прошедшие сутки были обстреляны населенные пункты в Сумской и Харьковской областях. Купинское направление, оно же Сватовское, там продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли. Из-за определенных трудностей, а именно из-за того, что мобилизованные иногда прибегают к бегству, то есть пытаются спастись, попав на линию фронта или попав под огневое воздействие наших сил обороны, наших войск, мобилизованные пытаются спасаться бегством и дезертировать с линии фронта. Так вот, из-за этих трудностей на одном из участков на Сватовском направлении, по данным нашей разведки, наемникам, которые там воюют из состава частных военных компаний, а их уже как минимум воюют две, мы знаем, это Патриот Министерства обороны и ЧВК Вагнера. Ну, вагнеровцы в основном на Солидаре, а я так понимаю, что вот этот Патриот, точнее, компания начинает, так как она Министерство обороны, она начинает распространяться по всем направлениям. Так вот, вот этим наемникам разрешили расстреливать мобилизованных, спасающихся бегством. То есть, наемники, мало того, что они прикрываются в наступлении мобилизованными, то есть, они их пускают в первую линию, а сами идут за ними, так они еще в случае, если мобилизованные поворачивают, начинают бежать или пытаются куда-то убежать, они их расстреливают. То есть, выполняют функцию заградительного отряда. Бахмутское направление. Противник, судя по карте Дипстейт, противник захватил Клещиевку. Там идут еще бои, как сообщает наше Министерство обороны, но, в принципе, она в основном уже находится под контролем российских войск. Линия боевого соприкосновения в районе Клещиевки сейчас уточняется. Пока окончательного результата по Клещиевке нету, но бои продолжаются. Также пытается противник продавить нашу оборону в Бахмуте, в районе Дамбы и в частном секторе. Бои продолжаются. На данный момент окончательный результат, то есть итог боев сегодняшних суток, пока еще неизвестен. Также противник контролирует почти всю территорию станции Соль. С нее также проводят атаки в Краснопольке. Бои за Красную гору и Благодатное продолжаются, но изменения не зафиксированы. То есть от станции Соль, ну мы ее контролируем, кстати, наша артиллерия ее полностью контролирует. Они пытаются, я уже говорил, восстанавливать там железную дорогу на станции Соль. Мы периодически наносим туда огневые удары для того, чтобы расширить им фронт работ по восстановлению железнодорожных путей на станции Соль. Также оттуда они пытаются атаковать Краснопольку, но безуспешно. И бои за Красную гору и Благодатное тоже на данный момент со стороны российских атаки, точнее, со стороны российских войск не имеют успеха. Противник кинул силы свежих мобилизованных соединений на Спорное и Белогоровку. То есть мы видим, что прибывают резервы, но резервы уже идут практически на 100% укомплектованные мобилизованными. В них уже, в этих подразделениях отсутствует такая категория, как профессиональные военные. То есть те, кто были в регулярных частях на момент вторжения, их на сегодняшний день в этих подразделениях нет. Также в районе Спорного и Белогоровки мы фиксируем тяжелые позиционные бои. Противник продолжает атаковать, но успеха на сегодняшний день не имеет. Авдеевка. Здесь и Авдеевское направление. Здесь сложная ситуация в Красногоровке. Это та Красногоровка, которая находится возле Авдеевки. Потому что есть еще Красногоровка, которая ближе к Марьинке. Нет, имеется в виду та, которая возле Авдеевки. Врат последние 10 дней существенно усилил давление на этом участке. Пытается продавить нашу оборону из Водянова и Опытного. Так как с Марьинкой у них очень тяжело, они переключились на окружение Авдеевки. То есть они пытаются теперь... В Марьинке бои не имели успеха. Вот сколько они не давили, успеха не имеют. Ну, они сейчас пытаются продавить фланги южнее или севернее самой Авдеевки. Пытаясь создать угрозу окружения самой Авдеевки. Никакого успеха на данный момент российские войска по обходу Авдеевки не имеют. Под Авдеевкой даже был такой... В районе, точнее, Авдеевки даже был такой случай, что в одном бою российские, вот эти вновь мобилизованные, это говорит о степени обученности войск, они попытались атаковать наши позиции, в результате одного боя они потеряли 5 боевых машин пехоты. То есть все, что они вывели на поле боя, все было уничтожено нашими войсками. Вот такая вот степень обученности этих войск. Не скажу, что это повсеместно, это отдельные, я так понимаю, эпизоды, но, тем не менее, это характерно для вот этих подразделений, которые укомплектованы мобилизованными. Новопавловское направление. Здесь позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. Большой активности враг не предпринимает. На Запорожском направлении противник пробовал наступать на степное, успеха не имел. На линии боевого соприкосновения от Каменки до Степнова идут бои, ожесточенные бои позиционные. Противник пытается атаковать, но наши войска удерживают оборону и успеха противник не имеет на данный момент. Херсонское направление здесь без изменений. Продолжаются артиллерийские обстрелы правого берега реки Днепр от Никополя до Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения, к величайшему сожалению, и есть повреждения критической инфраструктуры. Имеется в виду в энергетике, в водоснабжении. Так что ситуация остается тяжелой, но контролируемой со стороны вооруженных сил Украины. Россия готовится провести скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым. Но мы об этом говорим неоднократно и, кстати, говорим не первый месяц. То они уточняли списки, потом была информация, что они печатают повестки, ну а сейчас уже появилась информация, что в частности в центре по рекрутингу, ну то есть в военкоматы по старому, по новому центру рекрутинга, начали прием специалистов IT-сферы, финансовых работников и другие гражданские специальности с оговорками по мобилизации. То есть те, кто легализован и те, кто есть в списках, вот они пошли в первую очередь вот такие специальности. Противник продолжает использовать сеть гражданских объектов здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых солдат. Например, в Новопсковске Старобельского района Луганской области в помещении местного роддома оккупанты открыли полевой госпиталь, где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании «Вагнер». То есть они оборудуют его под госпиталь и он сразу же заполняется ранеными. То есть количество раненых у них огромное, просто огромное. Воздушные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 21 авиационный удар по районам сосредоточения живой силы и техники противника, 7 авиационных ударов по позициям российских зенитно-ракетных систем. Наши силы воздушные сбили 3 беспилотника типа «Лансет-3». Это ударный дрон «Камикадзе», но он не дрон, а это баражирующий боеприпас, который Россия начала в последнее время довольно активно применять на линии фронта. Есть предположение, что «Лансеты» могут собираться в том числе и в Белоруссии. Белоруссия, кстати, разворачивает очень активное производство дронов. Есть подозрение, что это будут иранские дроны. Но об этом тоже чуть-чуть позже. Ракетные войска и артиллерия наших вооруженных сил атаковали и нанесли огневое поражение шести командным пунктам армии Российской Федерации, восьми районам сосредоточения войск и техники противника и уничтожили один склад боеприпасов. Кстати, в «Солидарии» есть сейчас уже очень много видео с наших беспилотников. Наша артиллерия постоянно выжигает. Они пытаются сделать из «Солидара», российские войска пытаются сделать такой военный хаб. Почему они восстанавливают там железную дорогу? На станции «Соль» они хотят подвозить туда технику и боеприпасы. Ну а, соответственно, наша разведка вычисляет эти склады с боеприпасами, которые туда завозятся, пока еще не железной дорогой, а машинами, и мы их уничтожаем. За предыдущие сутки было три склада боеприпасов, три детонации складов с боеприпасами только в населенном пункте города «Солидар». Конечно, я скажу, что склад складу рознь. Есть склады, допустим, артиллерийского дивизиона, есть склады бригады. Это две большие разницы. Но, тем не менее, все равно любое уничтожение боеприпасов, складированных в непосредственной близости от линии фронта, это ослабление огневых возможностей противника и усиление наших огневых возможностей. Вот такие военные события произошли на линии фронта, на оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немного военно-политических событий, которые происходят сегодня в Украине и вокруг нее. Ну, самое главное событие сегодняшнего дня это заседание в формате «Рамштайн». Оно идет полным ходом. С учетом еще разницы во времени, естественно, Европа заседает чуть позже, чем происходят у нас события. Но мы имеем возможность отслеживать в режиме онлайн. Сейчас заседание продолжается. Что на самом заседании тут надо отметить. Вчера и позавчера появилась в сети перечень вот этих комплектов вооружения и техники, которые готовы предоставить наши партнеры и которые сегодня будет обсуждаться и будет утверждаться на заседании в формате «Рамштайн». И мы будем сегодня, ну, если это будет опубликовано. Кстати, некоторые «Рамштайн» заседания в этом формате по итогам закрывали итоговую декларацию для того, чтобы не афишировать те объемы поставок, которые были утверждены. Но, тем не менее, мы с вами можем пройтись по этому списку. Я не буду зачитывать все позиции. Тут этих позиций около 20. Я сделал небольшое такое обобщение и анализ. В принципе, что надо отметить, что вот этот перечень, который опубликован в открытых источниках, это то, что мы с вами можем видеть. Вот этот перечень практически покрывает ту потребность, о которой говорил наш главнокомандующий в своем интервью о том, что нам нужны 300 танков, 500-600 боевых бронированных машин и порядка, он сказал, 500 единиц артиллерии. С артиллерией, конечно, немножко не сложилось и с танками, но зато очень сильно перекрыли, почти в два раза перекрываются потребности вооруженных сил Украины в боевых бронированных машинах. Итак, в этом списке из таких основных видов вооружения по танкам мы получаем, гарантированно получаем 134 танка, из них 14 танков Челленджер и 120 танков Т-72. Плюс сюда надо добавить 40 колесных танков французских на базе бронетранспортера Бастион. Если их прибавить, то получается 174 танка мы получаем, это гарантированно. Если сегодня будут в формате Рамштайн будет Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов, об этом писала американская пресса, будет иметь отдельный разговор с Олафом Шольцем и постарается убедить его дать разрешение, хотя бы дать разрешение. Если он не хочет, чтобы Германия поставляла нам танки Леопард, то хотя бы получить разрешение от Германии как страны правообладателем на поставки танков Леопард от наших стран-партнеров. Тогда мы сюда добавим еще порядка 40-50 танков типа Леопард-2, а может быть и больше. Но дождемся окончания заседания и тогда будем понимать, насколько это было успешно. На ПК гарантированных 134 гусеничных плюс 40 колесных танков Украина получает по тем данным, которые есть в открытом источнике. Артиллерия. По артиллерии мы получаем 126 единиц ствольной артиллерии. Это в основном самоходная, в большинстве своем самоходная артиллерия, но есть и буксируемая. Плюс к этим 126 получают 36, это артиллерийские системы калибра 155 мм. И сюда входят самоходные гаубицы АС-90 британские, М109А6, ну это не паладин А7, а шестые это просто М109 самоходки. Сюда входят Зюзанна, сюда входят Арчеры, сюда входят Данны, сюда входят HF-70 итальянские 155, сюда входят Цезарь, тоже 18. И к этому надо прибавить еще 36 105 мм гаубиц полевой артиллерии, которые тоже входят в этот пакет. А также 18 реактивных систем залпового огня Хаймарс. Вот такой вот комплект по артиллерии, если посчитать все вместе, то артиллерия получается у нас 180 единиц реактивной и ствольной артиллерии уже гарантированно входит в тот пакет помощи, который оглашен. По боевым бронированным машинам здесь цифра просто, просто, ну, вражающая. Так, украинскую мову, дуже гарное слово, вражающая. Потому что я насчитал в этом пакете 1040 единиц боевых бронированных машин. Это в основном БМП и БТР. Сюда я не включал 138 внедорожников типа Хамвей и бронеавтомобили Бастион. Тоже сюда не включены. А так, вот из того, что перечислены, там Великобритания, 200 БМП, БТР, там Канада, 200 бронеавтомобилей Сенатор, Соединенные Штаты, 100 БМП Брэдли, 100 БТРов М113 и так далее. То есть, видите, цифры просто, просто поражают. И общей сложности в этом пакете я насчитал 1040 боевых бронированных машин. Не считая бронеавтомобилей. То есть, это БМП, БТРы 1040. Также надо отметить, что большой пакет, большая перечень, большой перечень, точнее, систем ПВО. Это и 6 батарей, 3 батареи ПТРОД. Здесь учтены 6 батарей ПВО на САМС и 3 батареи нашлись. Нашлись 3 батареи комплексов ИРИСТ-Т. Это немецкие, те, которые должны быть поставлены, были нам до конца предыдущего, 22-го года. Помните, мы об этом говорили, куда же они делись? Вот они нашлись. Германия передает. Огромное спасибо Олафу Шольцу, что все-таки эти обещанные ИРИСТ-Т мы получим сейчас, в течение, я так понимаю, кратчайшего срока. Так что, по вооружению, это беспрецедентный пакет помощи, который на сегодняшний день получит Украина в результате. Я скажу так, что, судя по тому, что этот перечень опубликован, говорит о том, что часть техники может быть уже в Украине, часть техники в пути, ну и часть техники будет поставлена нам в ближайший месяц-два. Вот такая вот главная новость сегодняшнего дня, поэтому, как говорят, держим кулаки и болеем за итоги проведения заседания в формате «Рамштайн». Также есть следующая новость наша от нашего главы Министерства иностранных дел пана Кулеба, и он сделал такое заявление. Украине удалось разблокировать предоставление партнерами почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет. Вот, ну, в принципе, помните, да, как и говорили ранее, все, и я в том числе, как говорили, что все равно помощь придет, все равно дадут, все, что нам необходимо, все дадут. Самоходки нужны были, точнее, артиллерия нужна была, ее дали. Нужна была реактивная артиллерия, ее дали. Сейчас видите, объемы, сказали, дайте большие объемы, объемы, пожалуйста, сотнями единиц, даже до тысячи дошли, исчисляются объемы поставок техники вооружения. Кстати, по боеприпасам должен отметить, что это очень знаково, очень знаково, то, что артиллерийские боеприпасы в объеме миллиона штук, только от Соединенных Штатов, миллион снарядов. Это говорит о том, что наша артиллерия не будет иметь лимитов по расходу боеприпасов на день, на сутки боя, как это было у нас в самые тяжелые времена введения оборонительной операции. Вот это очень показательно. Миллион боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии. И это же говорит о том, что под этот миллион боеприпасов будет выделено и количество стволов артиллерии, для того, чтобы это можно было выстрелить, и чтобы на стрел технически эти стволы могли это количество выпустить по врагу. Также Кулеба сказал, что когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты, я абсолютно убежден в этом, наш перечень нужного оружия будет завершен. То есть мы будем иметь полный спектр вооружения, необходимый силам обороны Украины и вооруженным силам Украины для выполнения задач по предназначению, а именно восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Так что оптимизм. Но, точнее, оптимизм есть в словах министра иностранных дел и в подтверждении его слов его коллега, министра иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра. заявил о том, что Нидерланды готовы предоставить Украине самолеты Ф-16. Нидерланды рассмотрят возможность снабжения или передачи истребителей Ф-16 Украине, если об этом попросит Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов. Вот, пожалуйста, самое главное, вопрос поднят. И если уже есть такие заявления, что страна готова предоставить нам авиацию, конечно же Киев попросит Нидерланды передать нам такие самолеты. Значит, это вооружение находится в дискурсе, а перед этим в Соединенных Штатах прозвучало, что Пентагон рассматривает замминистра обороны США, сказал, что Пентагон понимает потребность в ракетах с дальностью 300 километров и более вооруженными силами Украины и рассматривает этот вопрос для того, чтобы предоставить нам эти ракеты. Так что это вопрос теперь времени. Когда и сколько и кто нам будет предоставлять это вооружение. Европейский Союз в отличие от Международного Красного Креста и Организации Объединенных Наций Европейский Союз решил озадачиться нашими военнопленными. Это огромная проблема, потому что отношение к нашим военнопленным, которые находятся в плену российской армии, очень жестокое и не соответствует никаким нормам и никакому гуманитарному праву. Есть случаи пыток, издевательства и убийств наших военнопленных российскими военными. И Европейский Союз призвал Москву допустить сотрудников Красного Креста к нашим пленным. Европейский Союз выразил обеспокоенность жестоким обращением российских военных с украинскими пленными. Призвал Москву незамедлительно дать доступ к ним Международному Комитету Красного Креста. Ну это хорошо, что тоже этот вопрос поднимается и что он дискутируется. Это дает право допустим тому же Европейскому Союзу или странам в него входящим, которые в том числе есть и постоянными членами Совета Безопасности ООН поднимать этот вопрос на уровне Организации Объединенных Наций. Очень плохо, что об этом молчит ООН. Вот очень хотелось бы, чтобы Пан Гутиериш генеральный секретарь занимался не только зерновой сделкой, но и занимался вопросами гуманитарными в отношении наших военнопленных. Ну будем надеяться, что в какой-то момент ООН может быть и прозреет. Следующая новость. Директор Центрального разведывания Уильям Бернс тайно приезжал в Киев в конце прошлой недели, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в правительстве. Как сообщается, Бернс проинформировал президента Зеленского о предполагаемых военных планах России в Украине. Американская разведка пристально следит за подготовкой России к новому крупному наступлению в Украине, кроме которое может начаться в течение следующих нескольких месяцев. Это то, о чем мы говорим постоянно, что мы готовимся и должны готовиться к большой оборонительной операции, которая по итогам должна перерасти в контрнаступательную операцию наших вооруженных сил. На что мы все надеемся. Так что любые сведения о противнике и о его намерениях для нас будут не лишними. И на сегодняшний день этот визит именно об этом нам и говорит, что Соединенные Штаты помогают, всесторонне помогают Украине в плане подготовки и противостояния с Российской Федерацией в этой войне. Следующая новость, что очень много волнуется людей в том плане, что публикуют различные страны, публикуют пакеты своей помощи, которые будут предоставлены Украине, особенно сейчас и сегодня. Почему? Потому что идет заседание в формате Рамштайн, где это будет все утверждено и это превратится уже в документ, который будет выполняться. Так вот, в пакетах помощи стран, которые заявляли о готовности передать нам танки Леопард, когда они публикуют свой пакет помощи, там этих танков нет. Не удивляйтесь, это все нормально. Дело в том, что они не публикуют то, что они не могут передать. Вот если сегодня на заседании будет Олаф Шольц примет решение, что да, Германия разрешает передать танки Леопард-2, имеющиеся в других странах, третьей стороне, а это есть Украина, то тогда они дополнительно опубликуют и список, точнее не список, а опубликуют количество танков, которые они нам передадут. Поэтому на пока вопрос с Германией не решен, до этих пор никто не будет публиковать, никто не будет ломать порядок или систему продажи оружия на международном рынке и систему пользования, купленным на международном рынке вооружением в мире, никто не будет ломать эту систему. Во всяком случае, на пока так все идет. Хотя Польша в лице президента Анжиа Дуды Польша даже в перечень, в открытый перечень опубликованный который мы только что с вами обсудили там были включены леопарды от Польши но было в скобочках было написано по согласованию с Федеративной Республикой Германии. Следующая новость Институт изучения войны пишет о том что нового наступления на Украину с территории Беларуси можно ожидать к осени 2023 года так считает в Американском институте изучения войны. Это кстати к ответу на все вопросы по поводу того что какая угроза есть и существует ли она. Но новая российская атака с Беларуси в течение ближайших недель по мнению аналитиков Американского Центра Изучения Войны является маловероятной. То что мы с вами и обсуждали. Такую атаку считают более вероятной в конце 2023 года. Россия и Беларусь планируют провести масштабные учения в конце года. На учения будет переброска техники и вооружения. И вот тогда реально когда пойдут эшелоны когда начнет формироваться группировка якобы для проведения учений тогда мы будем обсуждать реальность угрозы нового наступления со стороны Беларуси совместной группировкой войск российско-белорусской. Но кстати вероятность формирования этой группировки будет зависеть именно сейчас от итогов вот этой оборонительной операции которая нам предстоит в ближайшие месяц два. То есть март апрель скорее всего будут мы будем проводить Россия попытается провести наступательную операцию на нашей территории. Ну и новость из-за поребрика пришла. как всегда конечно же на грани фантастики новость и на грани сумасшествия. Я бы так даже сказал. Не успели мы заговорить про танки Леопарды и Абрамсы в российских средствах массовой информации российская пропаганда сказала, что уже уничтожен первый танк Абрамс в районе Солидара. И показали видео как горит танк Абрамс. Нам американцы сказали, что пока не готовы поставлять Абрамсы. Но уже как-то российские войска умудрились под Солидаром уже один Абрамс подбить. Правда опять-таки настолько они не уважают российского зрителя или российского гражданина, который это все потребляет, бред, который они несут, что они даже не удосужились подчистить информацию в файле, в видеофайле, который они вывалили с доказательством. Это видео снято пять лет назад в каком-то вооруженном конфликте, где был подбит танк Абрамс. А они сказали, что это Солидар. И мы уже первый Абрамс подбили. Ну, это как с тем, что 54 Хаймарса из 25 уже уничтожено. В стиле Российской Федерации. Следующая новость. Блинкен едет в Китай. вот то, что и говорилось на встрече Большой двадцатки после встречи Джо Байдена и Си Цзипинь, именно обсуждалось то, что Блинкен должен, ну, он должен был, он, кстати, он в 6 февраля едет, они договорились, что он в январе, ну, чуть-чуть сдвинули сроки, он привезет рабочий план дальнейшего развития отношений Китая и Соединенных Штатов. Так вот, Блинкен везет этот план, и от того, как они там говорят этот план, и насколько он будет приемлем для Китая, я думаю, что это существенно повлиять на ход военной кампании, на ход войны между Украиной и Россией, особенно на Российскую Федерацию. Поэтому для нас этот визит очень важен. Отношение Соединенных Штатов и Китая напрямую влияет на ход военной кампании России против Украины. Будем надеяться, что они достигнут договоренности, и тогда Китай будет, не будет нас помогать Российской Федерации, как он сейчас это делает, немножко втихаря, или иногда втихаря, а наоборот станет на сторону давления на Россию в плане быстрого окончания этой войны, и, конечно же, на условиях Украины. Ну и на посошок новость из Вашингтона, точнее, из Нью-Йорка, там находится штаб-квартира ООН. в ООН начали, видимо, или вспомнили о своей миссии, или должностных обязанностях, трудно сказать, но для нас она положительная, в ООН предоставит Украине 4 миллиона долларов на разминирование Николаевской области. Об этом сообщает на предслужба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Приятно, что ООН наконец-то начинает заниматься непосредственным функционалом и выделяет нам средства на разминирование территорий, ну хотя бы при Нане Николаевской области. Ну что ж, вот такие вот военные, военно-политические новости прозвучали в сегодняшнем видео. Так сложилась ситуация на фронтах и оперативных направлениях. На этом первую часть мы заканчиваем нашего видео. Я делаю по традиции паузу. У вас есть время, кто не подписан, подписаться на мой канал. Кому нравится это видео, поставить лайк, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, ответами на ваши вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И вот первый вопрос сегодняшнего дня будет касаться опять же Белоруссии и производства дронов. Вероятного производства дронов. Об этом стоит поговорить и ситуация складывается примерно следующим образом. Пишет зритель. В прошлом я вам говорил о дронах с Белоруссии. Так вот, левая часть завода это имеется ввиду завод в городе Гомель, я так понимаю. Левая часть завода собирает дроны, а правая часть завода собирает ракеты. Ну как-то так мне трудно понять, как вы разделили завод на левую и правую часть. Может он так географически и разбит. Склад готовой продукции возле железнодорожной линии завода. Передача производится по акту. принимает по акту Российская Федерация и забирает на свою базу. Вопрос, можем ли мы ударить исключительно по складам завода. Они же этими дронами бьют по нам по всей территории Украины. Ну, я тут еще было несколько комментариев связанных с этим дроном, с этими дронами точнее. Я их зачитаю, потом отвечу на этот вопрос. Так вот, а в бомбоубежище этого завода, это уже другой зритель пишет. То есть, я так понимаю, что весь Гомель знает о том, что на этом заводе в Гомеле производятся дроны и ракеты. Не производятся, а скорее всего, там происходит крупноузловая сборка дронов и ракет иранских. Объясню сейчас, почему так уверенно говорю про иранские. А в бомбоубежище этого завода прячут комплектующие, и оттуда у них они и откуда у них они и какой схемой закупок действует. Сейчас тоже отвечу на этот вопрос. И еще один тоже зритель пишет, что в предыдущих трех выпусках, Олег, подтверждаю то, что вы говорили о дронах, об изготовлении дронов в Гомеле. А я так верил, что белорусы не пойдут на такой шаг. Очень разочарован. А когда белорусы подтвердили, у меня не стало слов. Так вот, есть информация о том, что из Тегерана в Минск летают самолеты. Самолеты летают с выключенными системами оповещения свой-чужой. То есть эти рейсы отследить очень тяжело. И просмотреть, какой бортовой номер вот допустим как флай-радар когда включаете там просто летит самолетик и какой рейс какой тип самолета нету. Военно-транспортные самолеты летают в Минск из Тегерана. Скорее всего возят комплектующие. Ну это в стиле Ирана, в стиле Белоруссии и России политика двойных стандартов. Внешне заявляют, что мы ни при чем, мы не участвуем. На самом деле вот и вся схема. Никто никаких схем не строит. Видите, плевало Российская Федерация и Белоруссии и Тегеран. Плевали они на международное право. Они просто гоняют самолеты через территорию через Каспий через территорию Российской Федерации самолет летит в Минск разгружает комплектующие потом на заводе в Гомеле все собирается и оттуда уже развозятся по территории Российской Федерации и Украины хотя нет на нашей территории вот после того как мы накрыли в Крыму и на Кенбургской косе пункты подготовки операторов и управления дронами их больше нет. Они в основном на территории Российской Федерации на территории Белоруссии. Кстати мы знаем что там есть этот самый пункт откуда могут управлять вот этими дронами типа Шахет 136 или просто дронами типа Шахет вот вам схема это ответ на первый вопрос на ответ на второй вопрос можем ли мы ударить опять же все упирается в политическое решение нашего президента если такое решение будет значит мы ударим если если такого решения не будет значит мы наносить удары по территории Белоруссии не будем на сегодняшний день но опять же вопрос участия Белоруссии в войне опять встает остро и остро но если уже Европейский Союз принимает принимает резолюцию согласно которой они создают международный уголовный трибунал по осуждению России и Белоруссии за участие точнее за преступления совершенные в Украине в ходе этой войны по Белоруссии там касается всей политической верхушки то есть непосредственно самого Лукашенко и его окружения все кто отдавал преступные приказы в том числе и вот такие по развертыванию производства дронов которыми потом бомбят наши города и убивают наших граждан то я думаю что уже как бы дальше отмалчиваться что Белоруссия не участвует в войне уже нельзя надо надо решать вопрос начиная с дипотношений опять же возвращаясь к этому вопросу у нас до сих пор послы и в Киеве и в Минске наш в Минске их не в Киеве в Киеве и мы согласно договору стратегические партнеры с Белоруссией хотя Белорусь принимает на мой взгляд архиактивное участие в введении военной кампании Российской Федерации против нас или по вопросу нашего уничтожения потому что именно цель войны России это ликвидация государства Украина и ликвидация украинцев как нации следующий вопрос у меня вопрос из Азербайджана не могли бы вы объяснить почему воздух НАТО защищает авиация а страны бывшего совка наземное ПВО и самое главное что вы из этого считаете наиболее эффективным дякую заранее за ответ слава Украине желаю победы нет вы немножко заблуждаетесь дело в том что границы НАТО воздушные границы НАТО защищаются комплексно и авиацией и системами ПВО просто системы ПВО в данном случае разворачиваются на восточных границах НАТО то есть непосредственно на входе в воздушное пространство чтобы не над Германией сбивали российскую ракету или самолет если он туда полетит а его сбивали сразу при входе на территорию в воздушное пространство Польши поэтому но авиация которая находится на боевом дежурстве в основном истребительная авиация она кстати входит в состав сил противовоздушной обороны вот она взлетает и поверьте она будет сбивать прямо на границе польского воздушного пространства так что нет там все защищается в комплексе и сказать что эффективнее что неэффективнее например авиация практически не может бороться с баллистическими ракетами из-за их скорости и малоразмерности с крылатами да прекрасно борется авиация а системы ПВО допустим такие как Патриот могут бороться с баллистическими ракетами но у них проблемы с крылатыми ракетами потому что крылатые ракеты могут лететь на малой высоте и в мертвой зоне радаров соответственно ПВО будет проблематично их сбивать каждая сторона имеет свои преимущества свои недостатки но еще раз повторюсь защита воздушного пространства осуществляется в комплексе авиации истребительной авиации и системами ПВО ПРО следующий вопрос расскажите подробнее об авиаперебросках грузов очень много рейсов ну вот это то что я говорил в принципе не буду с отключенными транспордерами транспордерами с Ираном и Минском над территорией над территорией Казахстана пытаются летать без опознавательных трекеров почему ПВО их типа не замечает при посадках на аэродромы они они палятся так как не могут нормально сесть без навигатора движение очень очень насыщенное ПВО их видит эти системы просто оно не получает оно их должно распознавать как чужие но ПВО не реагирует на эти самолеты если ПВО не реагирует на самолет с выключенной системой опознавания свой-чужой значит есть договоренность значит знает точно параметры воздушного коридора по которому следует этот самолет и знает откуда куда и зачем этот самолет следует так что если вот на территории Казахстана вы говорите летают эти самолеты и кстати по-моему нет про Казахстан не говорили что там есть завод по производству дронов хотя может быть тоже мог быть организован сборка дронов иранских могла быть организована и на территории Казахстана может быть это мое предположение не берите за догму но еще раз повторюсь самолеты с выключенными системой оповещения свой-чужой если они спокойно летают в воздушном пространстве значит есть договоренность о пропуске этого рейса в противном случае ПВО не опознав этот летательный аппарат обязано его сбить обязано его сбить скажите а что означает фраза удар по позициям ПВО это означает что был поражен зенитно-ракетный комплекс или радиолокационная станция или же результат удара вообще неизвестен нет это означает о том что был поражен элемент зенитно-ракетного комплекса в зенитно-ракетный комплекс входит пусковая установка станция радиолокационного обнаружения станция подсветки целей и командный пункт вот это приблизительно такой состав любого комплекса зенитно-ракетного ну если это допустим комплекс среднего радиуса действия или дальнего радиуса действия вот допустим этот на системах БУК на системах ТОР, на системах С-300, вот это комплексы. Если же это комплекс тактический, допустим, ближнего радиуса действия, такие как ОСА, такие как Тунгуска, такие как Панцирь-1С, они действуют самостоятельно, они являются комплексом. У них своя РЛС, у них свои целевые каналы, им не надо подсветки цели, они бьют по ней непосредственно вижу и стреляю, по такому принципу, не вижу, не стреляю. Достаю, стреляю, не достаю, не стреляю. Поэтому удар по позициям ПВО означает, что поражается какой-то из элементов комплекса, зенитно-ракетного комплекса. И в любом случае нарушается работоспособность этого комплекса. Пусковую вы поразили, они не могут делать пуски. РЛС вы поразили, они вообще слепые. РЛС подсветки цели, они не могут делать пуски, потому как ракета может не попасть в цель. Ну, командный пункт это система управления, которая обеспечивает взаимодействие и всех элементов комплекса. Вот что это означает. Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Укроборонпром анонсировал ударный беспилотник до 1000 км подлета. Что вы о нем можете сказать? Ну, смогу сказать то, что на сегодняшний день, да, действительно, Укроборонпром анонсировал, что этот беспилотник с боевым радиусом, это большая разница, не с дальностью действия, а боевой радиус, сейчас поясню, что это такое, начал государственные испытания. И в связи с этим они секретят всю информацию об этом беспилотнике. Из того, что есть в открытых источниках, можно сказать, что Укроборонпром заявил, что этот беспилотник может действовать на удалении до 1000 км и при этом может возвращаться домой. То есть, это 1000, это радиус боевого действия. Если в один конец, то я так понимаю, что это 2000. Ну, если у него есть возможность, допустим, лететь на такое расстояние, я имею в виду не в плане запаса топлива, а в плане управляемости и в плане определения объектов для поражения. На таком удалении. То есть, у него может быть радиус боевой работы 1000, и при этом он отработал, и дальше функция вернуться домой. Очень хорошая функция. Обычно при наличии этой функции беспилотник уходит в глухое молчание и просто тупо летит по координатам домой. А не излучая ничего, он становится малозаметным, и никакие помехи радиоэлектронной борьбы ему уже не страшны, потому что у него нет канала внешней связи. Все. Он знает координаты и он просто возвращается домой. Вот в таком, может быть, контексте. Вот все, что можно сказать об этом. Мы ждем с нетерпением этого беспилотника. И еще, тут есть один нюанс. Ну, все вы знаете вчерашнюю новость, я, кстати, не специально не стал говорить ее в военно-политической обстановке, Москва полностью закрывается системами ПВО. В Москве расставляют системы ПВО по всему городу. Вокруг города, в центре города, точнее, по всему городу и даже в центре города. Причем закрывают они, что делает Россия? Россия делает многоуровневую, глубоко эшелонированную оборону, противовоздушную оборону города Москва. О чем это говорит? Это говорит, первое, о том, что стационарная система ПВО России небоеспособна. А это подтвердили бавовны, которые случились в городе Энгельс, в Рязанской, под Рязанью на аэродроме, ну и в Курской области на аэродроме. То есть, та система ПВО, про которую они говорили, она непреодолимая, она нулевая. И причем я прихожу именно к этому выводу. Почему? Потому что Российская Федерация, Министерство обороны России, расставляет в Москве и вокруг нее все виды систем ПВО. Вокруг Москвы расставлены системы ПВО среднего радиуса действия. Это торы, пуки. Причем позиции, ну, москвичи сами выкладывают в сеть, это прекрасно видно. Причем позиции прямо посреди поля выставляются. В самой Москве, в нескольких, расставляется, я так понимаю, было заявлено один дивизион в некоторых источниках. Но судя по тому, что сегодня уже как минимум в трех районах, мы знаем, развернутый С-400, то я так понимаю, что уже не один дивизион С-400 развернут в Москве, а несколько дивизионов. Причем даже ради развертывания этих дивизионов вырубают лесопосадки, чтобы поставить там либо пусковые, либо радиолокационные станции. А это дальнего радиуса действия. Это до 200 километров. Кстати, С-400 там, по-моему, до 300 даже заявляла. До 600 даже заявляла, как-то, Шойгу как-то заявлял, что в Сирии на 600 километров С-400 закрывает небо от любых там, от мухи даже и летающей. Вот. И, видимо, этого показалось мало. То есть, средний и дальний радиус. Этого показалось мало. Вчера вся Москва наблюдала, ну, весь мир наблюдал и там улыбался. Ну, честно, это вызывает улыбку. Они расставляли тактические комплексы ближнего радиуса действия, типа «Панцирь-1С». Это самый современный комплекс. Расставляли на крышах наиболее значимых зданий. На крышах Министерства обороны. Я так понимаю, что на территории Кремля наверняка поставили. Просто там никто не видит, поэтому мы об этом не знаем. Но это самый дорогой и очень дефицитный. Их 116 штук всего было произведено. 33 панциря уничтожили мы на просторах Украины за 11 месяцев войны. Мы знаем о больших потерях «Панцирь-1С» в Ливии и в Сирии. Так что сколько у них там осталось, ну, чем больше там поставят, тем меньше на фронте. Но улыбку, сарказм вызывает, знаете, что даже не сам фактор остановки этих комплексов на крыше. Это говорит о том, что они очень боятся. Москва очень боится, что что-то прилетит и может упасть. Какая-то бавовна может случиться в самой Москве. Они практически не надеются на свою стационарную систему. Я не устану это повторять, потому что это греет душу. Но комплекс «Панцирь-1С» на базе четырехосного «КамАЗа». И там огромная махина. Почему бы не расставить более простые, более легкие комплексы на крыше? Кстати, это же должна быть крыша, которая выдержит такую махину. Но, тем не менее, они их расставляют. Видимо, на все остальное они тоже не возлагают надежды. Они считают, что «Панцирь-1С» как самый современный, он лучший из того, что есть в Российской Федерации. Но скажу так, что опыт боевых действий в Ливии и Сирии показал, и в Украине показал, что «Панцирь-1С» не самый лучший комплекс. Довольно легко его, в случае обнаружения, довольно легко его уничтожить. Особенно, кстати, Сирия показывает. Ну и у нас 33 комплекса, я вам скажу, что это огромный показатель для этого комплекса. Но, тем не менее, так что, вот что можно сказать о нашем беспилотнике. Это все об нашем беспилотнике с боевым радиусом действия тысячу километров. Вот такая вот история с Российской Федерацией и с нашим беспилотником. Такой вопрос. У американцев есть самолет воздушной артиллерии АС-130. И его модификации имеют имеющие три вида орудий. 30-ти миллиметровый пулемет «Вулкан», 40-ка миллиметровая пушка и 105-ти миллиметровая галбица. Такой самолет очень большой, а вследствие хорошая мишень. Но его обнивая мощь высока. Насколько актуально применение такого самолета поддержки в подобной войне, как сейчас в Украине. И каких успехов и на каком фронте можно с ним добиться. С уважением, ваш зритель из оккупированной фашистами России. Никакой. Этот самолет, сразу скажу, никакой. В условиях войны с огромным насыщением средств ПВО и РЭП этот самолет абсолютно бесполезен. К сожалению. Он хорошо может себя показать в войне, вот, допустим, в Сирии. Он бы мог себя хорошо показать, потому что там нет насыщения средствами ПВО. Во Вьетнаме он себя показывал очень хорошо. Эти летающие батареи его называли. Кстати, там он и получил такое прозвище. В других каких-то мелких конфликтах, где, еще раз повторюсь, где насыщение средствами ПВО очень и очень слабое. А у нас плотность ПВО начиная от ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов, заканчивая комплексами дальнего радиуса действия. Он очень тяжелый, он маломаневренный, поэтому его достанет все. Даже С-300 его достанет в любом случае. Он не может совершить противоракетный маневр и только отстреливая тепловые ловушки это его единственный шанс уйти от ракеты. Ну, от первого уйдет, от второй точно нет. Поэтому его эффективность здесь нулевая. И даже не имеет смысла включать его в перечень вооружения, которое бы нас интересовало для успешного окончания, точнее, для успешной победы в этой военной кампании. Во время тревоги я спускаюсь в паркинг 10-этажного кирпичного современного дома на Печерске. Я не специалист и не знаю, какие там перекрытия, но думаю, надеюсь, что прочные, если на них возвышается 10 этажей. Скажите, пожалуйста, от чего нас, находящихся в этом паркинге, защищает и от чего не защищает такое укрытие? Скажу так, что если вы пишете, что это современный дом, сегодняшнее капитальное строительство в основном предусматривает стройку по принципу монолит-каркас. То есть каркас здания льется из монолита-бетона, то есть железобетона, а дальше стены и перегородки закладываются различными видами материалов. Хотя есть и панельные дома, хотя есть и просто кирпичные дома с промежуточными монолитными поясами для распределения нагрузки. Ну, Печерск, то, скорее всего, с огромной вероятностью могу предположить, что дом монолита-каркасный. Это значит, что все перекрытия в этом доме монолита-бетонные. И скажу так, что такой дом в состоянии выдержать даже прямое попадание ракеты. Вот такая ракета, как попала почти с тонной взрывчатки, 960 кг, у нее головная часть ракеты Х-22, попала в Днепре, в жилой дом, там панельный дом, вы видели результаты. В этом случае она бы пробила несколько этажей, и на тех этажах, там плюс-минус один этаж, от места, где бы произошел взрыв, вынесла бы все перегородки. То есть, были бы несущие пилоны и два голых перекрытия сверху и снизу, и одна дырка, и дырка, через которую ракета залетела. Вот что такое монолитно-каркасный дом. А достать до паркинга даже такой ракете нереально. Только лишь если она попадет в основание дома на стыке уровня земли и стенки цоколя дома, вот если она ударит, то в этом случае она может пробить стенку паркинга. Во всех остальных случаях она вряд ли достанет до паркинга. Поэтому вот в таком паркинге вы практически находитесь в безопасности. Понятно, что стопроцентных гарантий вам никто не даст. Это все-таки война и тут может быть непредсказуемо. Но теоретически, вот я вам объяснил, монолитно-каркасный дом имеет все шансы выстоять и сохранить своих людей, уберечь, точнее, людей, которые прячутся в паркинге этого здания. По поводу большого возможного наступления, российского наступления из Брянской, Курской, Белгородской областей на Черниговскую, Сумскую область и на Северхарьковской области. Помешает ли российским военным совершить такое наступление их собственные многочисленные оборонительные сооружения так называемой линии Вагнера? Странно, почему вы называете линии Вагнера, но ладно. Как вы оцениваете вероятность такого наступления, если говорить не именно о ближайшем времени, а о перспективе. Там вроде бы существует не менее пяти таких линий обороны. Означает ли это, что российская военная техника в приграничных районах Брянской, Курской, Белгородской областей не сможет двигаться по полям, а сможет двигаться только по дорогам, протискиваясь между своими собственными оборонительными сооружениями. А большие колонны военной техники, как известно, представляют собой уязвимую цель для украинской артиллерии и РСЗО. Вы абсолютно правы, вы сами ответили практически на свой вопрос. Но единственное, что, насколько я знаю, то Белгородская область там у нас, у России, точнее, самая активная, где там вплоть до того, что ведут наем землекопов для оборудования этих линий обороны. Что да, они в Белгородской области вдоль границы выставляют эти зубы дракона и так далее, колючие, эти проволочные заграждения различного типа, роют траншеи и так далее. Насчет Курской и Брянской областей, если честно, я не слышал, что там не было данных, что они там активно роют окопы. Наоборот, они там держат небольшое количество войск, ну, которые не представляют для нас опасности, но тем не менее, эти войска постоянно ведут огневое воздействие по нашей территории. Ну, в любом случае, смотрите, если граница оборудована вот такими линиями обороны, естественно, войска будут протискиваться, вы абсолютно правы, в колоннах протискиваться к нашей границе и разворачиваться уже в предбоевой и боевой порядок непосредственно у самой границы. И вот эти узкие места, узкие проходы, они будут способствовать тому, что мы можем спокойно наносить огневое поражение и воспрещать возможность дальнейшего продвижения этих колонн к нашей государственной границе или, допустим, вглубь нашей территории, потому что, ну, как бы провести развертывание сразу, мгновенно вот пройдя рубежи обороны, будет довольно проблематично для этих колонн. Им надо втянуться в нашу территорию и там дальше разворачиваться. Или им надо будет разворачиваться непосредственно перед государственной границей Украины для того, чтобы атаковать, потому что граница представляет собой уже линию обороны. И мы над этим работаем денно и ношно для того, чтобы нашу границу превратить в линию обороны, в инженерном отношении. Так что вот так вот. Да, действительно, это очень будет уязвимые места, которые помогут нам в случае, если такая перспектива возникнет. А именно о такой перспективе пишет Институт изучения войны. Я в оперативно-военно-политической обстановке в разделе привел данные Института изучения войны американского, где они прогнозируют такой вариант на осень 2023 года с территории Республики Белоруссии. Но при определенных обстоятельствах, при накоплении необходимого количества техники и вооружения и личного состава российско-белорусской группировки войск. Вопрос. Насколько соответствует действительности многочисленные сообщения о том, что в установках Хаймарс, переданных Украине, американцы обновили программное обеспечение и включили такое ограничение, что из этих установок нельзя наносить удары по территории России. Или это намеренно вброшенная дезинформация с целью снизить напряженность в отношениях с Россией на определенном этапе и снизить риск эскалации и ядерную угрозу со стороны России. Ну, в принципе, вполне вероятно. Может быть, такое, что внесены в программное обеспечение, внесены, что координаты цели на территории Российской Федерации системой восприниматься не будут. Ну, тут я скажу так, 50 на 50. Может быть, это соответствует действительности и они действительно сделали такое ограничение. Может быть, это информационный вброс просто для того, чтобы не нагнетать обстановку между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Потому что, согласно военной доктрине Российской Федерации, любой удар по территории России, о законной территории России мы считаем это в границах 91-го года, то есть Крым это наша территория. И, кстати, американцы обещали нам даже помощь в освобождении Крыма, в нанесении огневого поражения российским войскам на территорию украинского Крыма. А вот территория Российской Федерации это уже суверенная территория. И для того, чтобы не давать повода применения военной доктрины России, то есть, если наносится удар по территории России, то Россия имеет право ответить любыми доступными ей средствами. А сюда включается в том числе и ядерный арсенал Российской Федерации. Так что вполне возможно. Ну, в любом случае скажу, что скорее может быть 50 на 50. Может быть вброс, а может быть и правда. Пояснить, будь ласка, ситуацию с нашим мобилизацией. Вона есть, или нет. Так как зафиксированы факти массового расселения повесток через поштовые скриньки. Их кидают разом с коммунальными платежками. В Лосеевском районе так взагалі порозвешивали біля каждого подъезда оповещение про то, что все, кто прописан в цьому будинку, негайно появится в військомат. Что происходит? Чи нам потом скажут, что мы все знали, но не хотели сказать людям, чтобы не было хаоса. Нет, смотрите, тут есть и нарушение закона, но есть и рациональное зерно. В чем? Давайте по порядку. Первое. Нарушение закона состоит в том, что, это, кстати, разъяснило нам, генеральный штаб разъяснил через начальников территориальных центров комплектования. Закон трактует четко и понятно, что повестку должны вручить под роспись лично в руки. Все остальное является незаконным. Кидание в ящик, втыкание в двери, это все незаконно. Рассылание по почте то же самое является незаконным. По почте повестку согласно закону у нас могут вручать представители территориальных центров комплектования, правоохранительные органы, местные советы и работодатели. Вот четыре основных категории, которые могут вручать повестки на сегодняшний день. поэтому когда кто-то разбрасывает из ЖЭК повестки вместе со счетами, это тоже не соответствует букве закона. Но что касается мобилизации, у нас мобилизация, у нас на сегодняшний день действует военное положение и согласно этого на сегодняшний день действует всеобщая мобилизация в стране. Она объявлена, она действует. Единственное, что Генеральный Штаб проводит мобилизацию поэтапно. Мы не призываем там волнами по 300 тысяч, по 500 тысяч. У нас идет постепенная мобилизация по мере необходимости или по мере потребности, которую определяет Генеральный Штаб на сегодняшний день. Поэтому повестки разносят и вручают людям. Либо они соответствуют специальности или они соответствуют категории, или пришла их очередь, если они стоят в военкомате на учете. Это что касается мобилизации. Мобилизация идет непрерывно. Она у нас всеобщая. Просто всех и сразу не призывают, а призывают поэтам. Что касается объявлений по поводу того, которые развешивают представители территориальных центров комплектования, что всем прописанным в этом доме немедленно явится военкомат для уточнения данных. Так это обязанность каждого гражданина, который должен прийти в военкомат по месту прописки и уточнить свои данные. Это не говорит о том, что их завтра или там они придут в военкоматы и их сразу заберут. Нет. Мы сейчас выполняем норму закона и создаем электронный реестр военно обязанных. Поэтому это обязанность каждого гражданина прийти в военкомат и отметиться. У нас кстати наблюдается что есть категория граждан которая уклоняется которая прячется от даже от прихода в военкомат и уточнения своих персональных данных военного учета. Еще раз напомню это обязанность согласно закона. Поэтому это абсолютно нормальное явление что жители этого подъезда кто военно обязан должны обязаны ну вот такая тавтология немного получается но они обязаны прийти в военкомат и провести сверку своих учетных данных. После чего они оставляют свои контактные данные и им говорят что либо ожидайте звонка либо ожидайте повестки либо если это та специальность которую и категория которую надо призвать то да человек получит повестку и дальше будет следовать этой повестке его призовут его точнее его мобилизуют так правильно будет сказать вот такая вот действует на сегодняшний день такая правовая база или такой закон действует на сегодняшний день в Украине Доброго вечера у меня таки питание куди ховаться и бегать под час комендантской годины находиться на улице заборонено чи не виникнуть питание у патрульной полиции если в ночи вышел из дома под час тревоги для большей безопасности дякую слава Украине но находиться на открытой местности во время воздушной тревоги еще опаснее чем находиться в укрытии как правило люди выходят из подъезда и спускаются в подвал точно так же наблюдал и сам когда находился в эвакуации сам тоже выходил из подъезда и спускался в подвал и патрульная полиция никому не задавала вопросов когда сигнал они что же знают так же как и вы знают что объявлена воздушная тревога и они видят что возле подъезда собрались люди и спускаются в подвал но не шарахаются по улице во время комендантского часа после отбоя воздушной тревоги все организованно вышли из подвала или из убежища если таковое имеется и поднялись к себе в квартиру и легли спать вот вам ответ на вопрос а конечно если вы посреди ночи один стоите посреди двора то у патрульной полиции сразу же возникнут вопросы что вы там делаете и вы будете объяснять что воздушная тревога вот я стою в чистом поле в открытом чтобы осколками меня посекло если не дай бог где-то рядом взорвется ракета или упадет дрон поэтому думайте и делайте и делайте так как положено а не так как вам хочется во время комендантского часа никто не запрещает спуститься в убежище или подвал дома но и шарахаться по улицам во время комендантского часа не запрещено ну что ж на этом сегодня видео будет состоять из двух частей третьей части не будет поэтому я благодарю вас за ваше внимание что вы досмотрели до этого момента на этом мы закончим огромное еще раз приглашаю подписаться те кто не подписан кому понравилось это видео поставьте лайк чем больше лайков вы поставите тем больше людей смогут увидеть это видео огромная благодарность спонсорам и тем кто поддерживает канал благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины перемога за нами слава Украине